сначала хочу спросить что происходит в судане дмитрий кстати пострадала и единственная армянская церковь судане то есть это новость локального значения или все-таки связано с мировой геополитикой можно сказать что события в судане также связано с мировой геополитикой многие считают что бурган главнокомандующий суданской армии имеет определенные имеет определенных спонсоров многие говорят что он его политика имеет общая с российской федерации многие говорят что его противник медити сил который является главнокомандующим сил быстрого реагирования имеет поддержку стороны соединенных штатов америки и в том смысле конечно же внешняя политика и геополитика влияет на события в судане сейчас же происходят столкновение между армии судана и силами быстрое реагирование на все территории судана и в столице судана харту где идутся горящие бои между двумя силами то силой армии судана и силами быстрого реагирования и нужно напомнить что силы fearless реагирование были созданы 2017 году а бывшим президентом судана а вам а рам пащиром задача было были силами быстрого реагирования для того чтобы решить проблемы с протестами на территории судана в то время когда были попытки как бы захватить власть или поменять изменить власть на территории Судана. Были митинги, протесты против Омара Аль-Башира. В итоге Омара Аль-Башира убрали и взял власть в свои руки Бурган, который является главнокомандующим суданской армии. Хорошо, давайте тогда переберемся в Закавказье. Здесь очень интересные вещи происходят. Заместитель помощника Госдепартамента США Эрика Олсен прибыла в Ереван. Знаете, наверное, об этом. А в Баку находится главный советник Госдепартамента США по Кавказским переговорам Луи Боно. Скажите, с чем бы это связано? То есть активность США в данный момент? Мне кажется, активность США в данном регионе очень важно рассматривать в рамках даже и российско-украинского конфликта и тех событий, которые происходят на Украине. Потому что мы видим, что Соединенные Штаты Америки используют Северный Кавказ и территорию Кавказа для того, чтобы давить на Россию, использовать его методом давления на Российскую Федерацию во внешней политике. И мы знаем, что также и в прошлом были попытки открыть второй фронт на территории Грузии против Российской Федерации. И СМИ обсуждали эту тему, но мы видим, что правительство Грузии отказалось от данной инициативы со стороны Соединенных Штатов Америки и некоторых западных лидеров, чтобы использовать Грузию как второй фронт против России после украинского. И Москва, кстати, и Вашингтон сообщают о новом раунде переговоров между Ереваном и Баку. Это обычное соперничество? Как ты думаешь? Мне кажется, да, несомненно, сейчас мы видим, что многие страны стараются быть, как бы влиять на внешнюю политику многих стран, быть послами мира или, с одной стороны, быть даже, стараться решать многие конфликты мирным путем. Мы видим, например, как Китай решил проблему между Саудовской Аравией и Ираном, а также Турция в прошлом решила проблему по поводу зерновой договор между Россией и Украиной. В таком смысле можно сказать, что многие страны сейчас используют дипломатию для решения своих внешнеполитических задач и целей и имеют определенное влияние на ту или иную страну. Теперь как быть сторонам? Пойти в Москву или в Вашингтон? Конечно же, это сложная тема и сложно разобраться, в какую сторону должны решать проблемы Северного Кавказа, именно территории Кавказа, Нагорно-Карабахского конфликта, в том смысле, в том, что мы видим сейчас определенное сближение, многие говорят, сближение Армении с Соединенными Штатами Америки, попытки сближения, попытки давления Соединенных Штатов Америки на Россию через Армению, потому что последние попытки были, когда приехали представители Соединенных Штатов Америки на территорию Армении и определенная реакция даже была со стороны политиков Российской Федерации, со стороны МИДа Российской Федерации. Несомненно, сейчас Нагорно-Карабахский конфликт и Армения остается темой для соперничества между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерации и в дальнейшем это мы будем наблюдать в рамках тех событий, тех изменений геополитических, которые происходят в мире, потому что мир сейчас меняется, мы видим мир более биополярный мир, меняются те рамки, которые были в прошлом из-за тех событий, которые произошли 24 февраля 2022 года и мы сейчас видим формирование новых союзов, новых альянсов политических, экономических и сближение даже России и Китая является поводом для этих изменений и также изменений, которые мы видим на территории Ближнего Востока и не только. Дмитрий, сегодня очень интересное заявление поступило из Ирана. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что трехэтапные переговоры между министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана прошли позитивно. Ты думаешь, это хороший сигнал для Кавказского узла? Конечно же, может быть, это и поводом для того, чтобы решать внутренние проблемы Кавказа, потому что мы видим, что до сих пор невозможно решить Нагорно-Карабахский конфликт на фоне того, что Турция продолжает поддерживать Азербайджан, на фоне того, что до сих пор не решаются главные основы, главные проблемы этого конфликта, которые заключаются в территории и в консенсусе. Решение этого конфликта должны быть определенные переговоры с двух сторон. Были попытки, но до сих пор мы видим, что конечного итога и полного решения конфликту пока мы как бы не можем наблюдать это, потому что до сих пор определенные политические силы хотят получить выгоду из данного конфликта и поддерживают те или иные силы, которые спровоцируют продолжение конфликта и продолжение эскалации. Между тем, позиция Ирана остается твердым по неприкосновенности границ Армении. Конечно же, да, Иран ближе к позиции Армении, потому что Иран видит то, что, во-первых, Армения является соседом Ирана, и исторически взаимоотношения всегда были хорошие между Ираном и Арменией, несмотря на то, что, например, азербайджанцы ближе к Ирану, потому что они шииты, мусульмане, и в рамках религиозного этого объединения могли бы быть ближе в рамках внешней политики и в рамках конфликта, но мы видим то, что азербайджанцы все-таки выбрали Турцию как своего главного союзника и Иран, и поэтому же Иран выбрал Армению как своего союзника и как страну, которая является с долгим союзниками, имея долгие, хорошие взаимоотношения с Ираном, и мы, как я сказал, это все еще видим с прошлого, из истории. Но вряд ли конфликт между Сегераном и Баку и за Арменией? Конечно же, не за Арменией, это все же связано с, как я сказал, с взглядами на внешнюю политику и с историей, потому что мы знаем, что Иран, у них есть проблемы с азербайджанцами, которые живут на территории Ирана, в прошлом были разные проблемы связаны с этим, и поэтому же определенное сближение Азербайджана с Турцией повлияло на взаимоотношение Азербайджана с Ираном, потому что все-таки у Турции свой проект по региону Северного Кавказа и Кавказа в целом, также Ближнего Востока, а у Рана свой проект, и эти два проекта отличаются друг от друга все-таки. Турция старается сейчас создать свой проект связан с тюркским миром, объединением тюркских стран, тюркоговорящих стран, и это все-таки попытки президента Турции Раджептея Абердугана влиять, иметь свое влияние на внешнюю политику, используя даже это для своей внутренней повестки, для президентских выборов и в дальнейшем, чтобы удержать власть в своих руках, и это довольно успешно президент Турции Раджептея Абердуган делает в рамках той повестки, которую сейчас мы наблюдаем.